МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всех приветствую на моем канале Джебик. Сегодня у меня на обзоре руль игровой с педалями, которые подключаются к PlayStation 2, PlayStation 3. Его можно подключить даже к ноутбуку или стационарному компьютеру. Это не просто руль, vibration steering wheel. То есть руль с вибрацией позволяет, ну, ощущать, скажем так, когда вы едете, например, в игре какой-то, и вы куда-то таранились или еще что-то произошло, то сам руль будет вибрировать, и вот это все дело, как бы, еще больше эффекта, что вы едете за рулем автомобиля. Сейчас мы его откроем, я покажу, как это работает, как это подключается. Здесь в комплекте еще есть педали, коробка передач, то есть тоже можно в гоночках, например, ставить ручную коробку передач и переключать именно на руле. Очень прикольная штука. Сейчас откроем, посмотрим. И если кому-то понравится, конечно, в комментариях можете писать. С удовольствием, с небольшой скидочкой постараюсь вам его приобрести. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Поехали к просмотру. Итак, ребят, руль идет вот такой, то есть руль с педалями коробкой передачи, идет вот такой большой коробкой. Здесь написи, к чему он подключается. Давайте сразу откроем и перейдем к самому интересному. И, соответственно, в комплекте мы получаем сам руль, который упакован в специальном пакетике. И вот таким вот образом еще получаем педали, которые тоже находятся в пакете, чтобы не поцарапались при транспортировке. Ребят, руль находится на руле. Есть дополнительные клавиши, чтобы удобнее было управлять, в настройках перелистывать. Ну, по сути, если вы подключили, допустим, руль, то клавиатура, мышка вам вообще не нужна. Также в комплекте идут диски, идет с драйверами, хотя на самом деле, когда вы подключаете, то компьютер сам его устанавливает. Ну, все драйвера, и он работает сразу, ну, хотя для PS, возможно, они и нужны. Также инструкция по эксплуатации. Ребят, вот таким вот образом выглядит сам руль. Смотрите, здесь есть клавиши крестовина, а также вот эти клавиши Start, Select, Mode и программ. Сам руль, когда подключаем, он вибрирует. Ну, естественно, это все дело можно отключить. Вот здесь находится коробка передач, то есть переключается вперед и назад. На нижней части руля самого находятся присоски для того, чтобы можно было его закрепить на столе удобно, и чтобы он никуда не уходил. То есть мы его закрепили, и он будет стоять на одном месте. Ребят, кабель очень длинный. Здесь есть два выхода. Вот этот выход для подключения к игровым консолям, то есть подключается через него. А вот это USB для подключения к компьютеру или ноутбуку. То есть мы его вставляем в свободный USB разъем, и он сразу скачивает драйвер, и уже, в принципе, можно играть. Сейчас я это продемонстрирую. Так, ребят, дальше идут вот такие вот педали, которые тоже в пакетике. Открываем пакетик, собственно. Вот таким вот образом выглядят сами педали, закорженные под какой-то спортивный автомобиль. На педалях здесь тоже есть специальные резиновые вставочки, которые не позволяют им болтаться там, где они стоят. Также здесь кабель 1USB, который подключается в сам руль. Сейчас я все это покажу. Смотрите, берем кабель от педалей, и на руле вот здесь, вот здесь есть USB разъем. Именно сюда подключаются педали, для того, чтобы он не занимал лишний разъем вашего компьютера. Все, мы педали подключили. Теперь я просто-напросто беру USB от самого руля и подключаю свободный USB разъем на моего компьютера. Слышите, руль начал вибрировать. Он засветился, начал вибрировать, и он сейчас скачивает драйвера, и потом уже можно будет сразу играть. Смотрите, я зашел в другую игру, и сейчас уже через руль сразу могу управлять. Выбирать джойстиком, выбирать вот именно здесь. То есть выбираем, допустим... Кстати, в некоторых играх нужно настраивать именно в игре, в самой игре. То есть сам руль будет работать на компьютере, но через игру нужно настроить, чтобы именно игра распознала и дала вам управление. Вот смотрите, например, GTA San Andreas, конфигурация, мышь, кнопка, J-Pad. Ну, естественно, мы можем просто, допустим, мышь и кнопки, и изменить управление. Управление автомобиля. Бывают такие игры, что просто игра педалей не поддерживает. Ну, допустим, мы все настроили, теперь мы просто-напросто заходим, начать игру, старт игры. Я, если управляю персонажем, а не автомобилем, то могу вот этой крестовиной все это дело управлять. Очень удобно, потому что, если вы, допустим, отключили клавиатуру и мышь, то, в принципе, через руль вы сможете всей игрой управлять. Дальше, соответственно, мы можем и... Ну, абсолютно все управление персонажа делается теперь на дополнительных клавишах руля. Вот, видите. То есть я могу сесть в автомобиль как-то, а вот... Ой, это полицейский автомобиль был. А вот здесь изначально настроено так, что коробкой передач мы едем вперед. Вот. То есть, смотрите, все это дело работает. То есть, если мы поворачиваем направо, автомобиль едет направо, поворачиваем налево, автомобиль едет налево. Правда, коробка передач у нас получается газ. А если назад, то автомобиль едет назад. Прикольно. Ну и, естественно, каждый под себя сможет в настройках исправить и поставить управление именно то, которое нужно. То есть на педали любую клавишу вот эту можно зарегистрировать вот таким вот образом. Ну, прикольная, в общем, штука. Руль, педали. Правда, если бы было, конечно, три педали, то в бункере вообще было бы круто играть. Ребят, в общем, вот такой вот руль. Значит, кому интересно, по ссылке в описании. Хотя нет, пишите в комментариях. Я постараюсь вам помочь с приобретением, с небольшой скидочкой. Вы были на канале Jabbix. Подписывайтесь на мой канал, оценивайте мои ролики. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.